привет друзья сегодня будет интересное занятие и мы с вами будем пробовать новую бумагу на которую мы еще с вами не рисовали это велюр от хани мюли вот так она выглядит я попробую приблизить показать вам ее структуру называется она велюр потому что она действительно такая мягкая бархатная даже я думаю можно слышать как она вот так вот шуршит бумага интересная я на ней уже рисовала могу сказать что она ведет себя довольно специфично с пастелью не могу сказать что это прям для меня прекрасный вариант потому что она все-таки не абразивная да то есть она действительно интересная приятная по фактуре но не является абразивом то есть она держит довольно плохо пастель но получается интересный эффект очень мягкий действительно очень бархатный она не сильно толстая да она довольно тоненькая у нее плотность всего 260 грамм можно найти ее в 10 разных оттеночков и это у меня здесь даже видно да это номер четыре из набора абразивных бумаг из сайта джексон сарт я прикреплю ссылку на видео где мы делали обзор на все эти абразивы но я называю абразивы там из абразивов получается только половинка остальные это бумаги которые с таким песочным напылением вот примерно так это называется сегодня будем тестить с вами именно эту нарисуем прямо под стать этой бумаги этому цвету такой красивый туманный пейзажик ну что саму бумажку я вам показала да давайте я ее наверное прикреплю все-таки немножко сейчас чем-нибудь закрепим давайте чтобы все было красиво аккуратно я закреплю с обратной стороны заодно покажу вам для того может быть это крепление будет в новиночку скажем так это такой метод очень обывательский на лягушку называется когда вы малярный скотч вот такую клеящуюся трубочку сворачиваете и на обратные стороны прикрепляете для кого-то конечно не секрет и для кого-то может быть будет что-то интересное это нужно для того чтобы лист но зафиксировался конечно и получается что у вас красивая гладкая поверхность очень нигде не мешает и все выглядит очень здорово так вот так вот сейчас чуть-чуть поровнее мы с вами прикрепим на ощупь конечно она очень приятное ощущение как будто вы гладите ткань и по ткани собственно рисуете так отлично давайте мы начнем с того что сделаем композиционную разметку всего пейзажа я прикреплю обязательно референс в ссылочках чтобы вы тоже могли по нему порисовать единственное формат там у меня горизонтальный ой то есть формат этот горизонтальный а формат картинки скорей квадратный но для нас это не страшно я думаю как мы сделаем кстати как мы с вами сделаем это будет показательно вы можете у себя если со мной рисуете такого не делать что я имею ввиду давайте часть я вот так вот буду ограждать вот такой небольшой кусочек слева скажем здесь будем тестить с вами карандаши мелки просто пробовать как они выглядят а здесь будем уже рисовать заодно формат станет у нас чуть чуть более квадратным кстати прилипание кошачьей шерсти если кто с питомцами она максимальная и убирается плохо просто магнит для шерсти это бумага я думаю ей можно в принципе собирать шерсть по дому ну да ладно очень очень конечно все это приятно приятно но а может быть и неплохо знаете получится первый раз когда я она не рисовала меня смутила потому что ну были другие цели скажем так для меня важно создать больше фотореалистичный рисуночек и поэтому она этим цели мне соответствует но какие-то интересные вещи вот такого плана вот этот туман будет просто прекрасная думаю очень все мягко наносится и вот не помню уже какое время назад я рисовала на ней у нее интересная особенность что цвета они знаете отдают себя как будто не в полную силу а очень так наполовину здесь я намечаю у нас идут такие кустики холмики на переднем плане которые по цвету будут рыженькие вообще красиво это сочетание идет синий даже синий такой слегка в кобальт где-то в зелененький снизу и и оранжевый так я попробую поместить все таки гору немножко буду менять по форме потому что я для другого ну по другой формат все это подстраиваю но для нас это не страшно сейчас главное будет попробовать бумагу посмотреть как работают на ней карандаши и мелки так у нас три дерева такие прям посередине но фотографа и была такая задумка мы как сделаем давайте вот здесь будет одно которое посередине я позволю себе чуть-чуть сделать изменения композиционные где-то увеличу эти деревья чтобы нам было что прорисовывать да чтобы все было покрупнее тут идет еще одна гора попробую знаете что сделать это для меня тоже будет новинка оно же испытание она же да новинка это я хочу такое сделать легкие немножко абстрактные пейзажи каждый раз да то говорю и в итоге в итоге сами знаете что получается так так отражение здесь будет он нет опасный момент у меня пришел кот сейчас может опять что-то произойти помните где мы что же мы рисовали что-то кота в общем раймонт лег на карандаши и там уже все сложнее становится намного так окей здесь у нас ну вот пошло дело здесь такой бережочек у нас будет но понимаете я дверь не могу закрыть в комнату потому что тогда будет крики за дверью и вообще ничего хорошего из этого не произойдет остается только надеяться гора да ее верхней части вот эти пики чтобы отражение было ну хотя бы примерно да в том же местечке вот так и вот здесь основные точки просто вниз таким перпендикуляром проводите чтобы у вас было соответствие и сделайте зеркальное отражение хотя бы плюс-минус очень красивые тут такие свечения что интересно отражение здесь даже более яркое ну так кажется да еще эффекты какие-то явно присутствуют на фотографии я напишу и так же что это за кто фотограф прекрасной этой работы ну что я думаю нормально достаточно остальное будем по ходу работы уже с вами уточнять давайте начнем с верхней части и я хочу сразу попробовать светлые оттеночки здесь давайте поищем какие-то нежно нежно-желтенькие что-то такое начнем можно даже с мягкой пастели с экстра софта это у меня сонелье набор рисовали с вами и отдельно уже сонелье тоже было такое видео наносится все видите довольно легко прям мягко все как по маслу можно сказать а не происходит сильной растушевки то есть да она действительно держит наверное анималистика здесь не получится да особо ну я вообще додумала для себя про применение бумаги но вот какие то такие вещи особенно если для вас важно чтобы получать максимальное удовольствие от работы вот это оно это очень это очень приятно друзья то есть как будто вы по мягкой мягкой тканечке делаете рисунок давайте знаете что я сделаю сейчас сейчас аккуратно попробую чуть нам приблизить так приближает у меня да так да давайте вот так вот сделаем будет немножко лучше поэтому самым таким светло-желтым и всей коллекции и мягким сонелье я делаю вот такие свечения снизу вверх прям иду как будто лучики вот так идут при растушевке происходит скорее такое растирание стирание всего то есть не перемещается пастель она просто немножечко исчезает но погружается видимо в более глубокие слои если нам нужно свет сделать поярче можно больше нанести мелко давайте попробуем прям много нанести она все равно остается на месте ну правда очень и очень интересный эффект давайте возьмем что-нибудь из набора дейли ровнее они более твердые это не экстра софт уже да это просто софт софт пастель что они кстати какой цвет бы взять они все такие грязненько сложные оттенки мне очень понравились даже знаете ну само качество тоже нормальное но для меня похоже очень на рембрандта это все качество мне понравились очень цвета но видите да они пишут что это просто софт но это и есть софт это не экстра софт но для начала кстати вот такая именно текстура пастели идеально потому что экстра софт и другие мягкие это бывает сложнее в рисовании цвет у нас такой зеленоватый немножко да такой серо-зеленый он где-то пересекается с цветом бумаги поэтому поэтому сильно его не заметно попробуем что с вами сделать поместить на уже готовый светлый слой вот этот цвет он его немножечко выталкивает да видите образуется такой вот порошочек сверху мне кажется для таких пейзажей вообще какая-то прелесть просто я не знаю кстати почему у меня остались более такие негативные истории в прошлый раз наверное потому что я хотела все-таки там делать прорисовку такую прям четкую конкретную у меня это не получилось сразу на гору которая вдалеке тоже чуть-чуть давайте этого цвета добавим уже да все как в туманчике получается для большего эффекта давайте возьмем тут уже прям совсем дешевая простая пастель это от джексонс довольно таки твердые мелкие знаете аналог как минджу можно сказать да или галере ну вот что-то такое простое прям простое но они нормальные по качеству и кстати на абразивах вроде пастельмата делать фоны очень приятно очень хорошо все ложится цвета конечно безумные но тут есть ой что это есть еще такой серый здесь и мы его можем удобненько потестить тоже все неплохо получается так окей на самом деле сейчас такой эффект здесь да что все мелкие они ложатся примерно одинаково абсолютно более темненький такой серый синий давайте его нанесем и посмотрим сможем ли мы во-первых эту историю как-то распределить так так ну что неплохо да то есть вот такой вот он прям мягенький единственное сразу нужно думать о том как вы наносите именно да какими пятнышками все слои потому что бумага с эффектом запоминания можно так сказать она видите запоминает как как именно вы нанесли и не позволяет очень сильно переместить еще здесь давайте то же самое сделаем я нанесу вот этот темный цвет возьмем растушевку какую-нибудь сейчас я найду свободную так вот такую растушевку возьмем попробуем еще мне конечно интересно что она может выдержать но она выдерживает не не очень много манипуляций конечно она все-таки более такая нежная но вот так вроде бы неплохо знаете в живую вижу как-то более контраст на камере как-то разбелено получается но может быть сейчас мне так кажется окей окей хорошо это мы сделали еще давайте один тест сейчас с помощью кисти я попробую иногда это помогает особенно когда вот цвет нанесли не туда либо слишком много вы кисточкой как бы снимаете вот этот слой из ячеек пастель его выбиваете вот так и потом его легче распределить и перемешать здесь это происходит не то что прям очень хорошо ну чуть-чуть чуть-чуть только это можно сделать смягчить нужен какой-то теперь нам более в синенький оттенок а давайте кстати попробуем попробуем вот такое нанести это у меня тоже дели ровни такой более ярко-синий такой давайте попробуем сделать из него лессировку на на серый который сделали и потом еще раз перемешать посмотреть как они будут объединяться интересный момент что здесь от увеличения количества слоев особо не меняется такое распределение цвета в общем я не могу сказать что при большем количестве действительно все растушевывается лучше но для какой-то такой манере с мазками экспрессии пятнышками мне кажется очень неплохо ну небо то небо это понятно да то есть это в любом случае у нас будет что-то хорошо интереснее будет момент когда нам нужно будет что-то прорисовать типа это такая мягкая фактура которая определенно подходит для этой бумаги это ясно пойдем на горы там уже будет показательнее и конечно ниже когда будет вот эта прорисовочка ну конечно желтовато очень это нам слишком сейчас добавим давайте что сделаем возьмем светлый карандаш давайте возьмем белый карандаш попробуем это кретоколор у меня да обязательно посмотрите видео с обзором на белые карандаши ну что смотрите вот это интересно да никакого белого цвета особо не происходит белый как бы так процарапывает снимает слои просто растушевывает не дает нам яркого цвета но кретоколор это делается не должен давайте возьмем с вами что-то более более яркое из карандашей это карандаш интересно так я зайду на небо сейчас посмотрим ну какое-то осветление да присутствует вот вот как будто облачко у нас там да интересно то есть его наносим он остается практически как мы нанесли но потом не растушевывается белые тоже довольно плохо туда добавляются карандаши ну неважно белые не белые но белые конечно сложнее это наш самый белый дженералс на слой который уже заполнен да смотрите ничего не происходит да то есть тонкую линию сделать по большому слою именно мелков не получается ну ладно это было прогнозируемо в принципе так это я более темные цвета наношу вот так вот с пальчика тут у меня даже это по-моему темно-темно такой зеленый был но есть такой немножечко зеленовато грязноватый оттенок в небе чуть-чуть добавим и ладно давайте пойдем дальше смотреть что у нас там дальше будет сделаем теперь участок горы так я ее капельку сейчас приближу что мы видим темные участки есть где тени соответственно есть светлые давайте попробуем раз такое дело взять карандаш это это кретоколор угольный карандашик черный и посмотрим как он себя будет вести ну скажем вот здесь да у меня будет вот это затемнение например просто разложим сейчас по темным и по светлым оттенкам так но видите черный тоже такой не сильно черный скажем так если что-то давайте здесь попробуем если что-то четкое сделает такое она интересный конечно эффект и ощущение как в такой бархат проваливается карандаш но слегка можно обрисовать еще контур чуть-чуть конечно меня изменилась форма горы особенно вот этот пик пускай так будет так а здесь у нас идет такой вот темный участочек так ну ладно то есть возможно да видите где-то возможно чтобы прям черный стал черным но учитывайте еще что это самый мягкий на данный момент можно сказать у меня угольный карандашик правда он очень мягкий будем затемнять нашу гору заодно попробуем вот такой вот про который я вам говорила темно-темно зеленый очень красивый цвет это набор тот же самый сенелье мягкий очень долго он у меня служит конечно некоторые самые ходовые мелочки закончились там были очень красивые оттенки серовато-розовые различные там бежевые серые сиреневым очень тоже мне нравились красивые и ну конечно какие-то ушли какие-то остались но все равно служит очень долго набор но наверное из-за того что все-таки у меня не такая пастузная техника а я использую использовала все эти оттенки больше для создания каких-то фонов или подложек так ну что гора есть можно сказать что можно еще сделать это не обязательно но если вы чувствуете что это будет вам удобно вы можете повторить примерно хотя бы да для себя где будут находиться темные пятнышки отражения так главное мыслить сейчас наоборот вот так вот это тоже все очень красиво да красивые эффекты получаются ничего не скажешь так 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 у них есть листы да у велюра у Кани Мюль есть листы есть клеечки и 10 разных оттенков они все довольно такие сложные приятные по моему тоже очень красивый интересный оттенок зеленый такой прям болотный можно сказать тоже от Дели Роуни с ним мы пройдемся по темным участкам немножко сейчас даже где-то затемним больше чем нужно потом посмотрим как у нас будут сюда помещаться на всю эту темноту светлые участки вот такой вот он да видите прям хорошенький цвет так и буду стараться себя ограничивать чтобы относительно не все все не прорисовывать и здесь сразу но фиолетовый конечно немножечко не то но мы его с синим смешаем посмотрите какая здесь прям такая синева можно сказать есть у меня ощущение что только очень яркие белые мелки будут наверх ложиться на темные на темные но сейчас сейчас попробуем так здесь у нас идут деревья давайте вот этим кусочком займемся поподробнее кстати получится ли сюда добавить карандаши поверх ну так себе довольно плохо ложатся довольно плохо притом контур довольно мягкий карандаш давайте вот такой зеленоватый еще попробуем это карандаш должен быть поярче немного ну такое можно конечно цвет какой-то сюда привнести но это будет довольно непросто на данный момент это все выглядит так что это работа для для мелков теплый зеленоватый оттенок тоже немного болотный это как раз гейлери даже несмотря на то что они не самые мягкие здесь нормально все ложится нормально и будем светлые добавлять здесь остались свободные такие пространства все сюда ложится мелок неплохо это тоже гейлери яркий вот такой по оттенку желтый солнечный так ну про растушевку сильно здесь говорить не стоит особо потому что не получается поэтому сразу нужно наносить штрихи в нужном направлении понимать что скорее всего они у вас в таком же положении и останутся что-то у меня не на том месте гора да ладно так и хочу что-нибудь еще помягче попробовать это у меня шминки мягкий очень мягенький такой он мелок по супер супер скидки сколько там процентов 10 было знаете когда в красном карандаше есть такие у них чаши прозрачные и там лежат мелки которые уцененные вот там покопаться тоже приятное дело у тебя шминки что со скидкой что без по отдельности конечно дорого нормально так они стоят но правда очень мягкие хотя я не могу сказать что прямо они как-то уступают сынелье примерно они похожи так ушла очень я в светлый давайте попробуем перекрыть это более твердый мелочек да нет на самом деле вот что пока да какой можно вывод сделать что бумага она хороша для работы мелками вот и все так супер зеленая гора да получилось это значит это значит чуть чуть еще сюда да давайте вот так вот капельку теплого и какой-нибудь холодный сюда мы с вами поместим может быть вот такой вот чуть-чуть серо-синий и заодно им можно какие-то вещи прорисовать вот эта гора довольно четкая такая яркая красивый силуэт такой получается здесь я немножко намудрила поэтому тоже прикроем слегка холодным оттенком так такая прям гора гора зелененькая можно намек на разделение на такие тени которые идут на светлых участках плоской стороной нормально все ложится острые острые получаются штрешочки у мелка то есть да в принципе мелком все это можно сделать здесь идет еще один холмик сделаем вот эту часть тогда давайте с вами я себе прям приблизила чтобы крупнее все это было видно здесь идет вот как же красиво этот да рыженький синим очень хорошо смотрится так это мы сделали теперь нужно взять нам синий который будет как-то поближе к этой всей истории этот очень у нас ультрамаринчик такой нам нужен у меня кстати прям такого такого нет хотя может быть вот этот может быть из да похож видите кстати когда широкой стороной наношу эффект минимальный если перевернуть на острую то будет все это поярче здесь кстати зря я начала острой стороной мелко рисовать потому что останутся первые нанесения скажем так буду на усиление тогда работать где-то прям на на ребро мелко переходить и затемнять снизу а здесь за деревьями тоже можно чуть-чуть вот так вот легко пройтись чтобы потом за ними светился и холодный оттеночек так теперь перейдем вот сюда на холмик холмик прям посинее так отлично и что я хочу хочу попробовать вот таким сиреневым нежным рембрандтом немножечко проработать светлые участки где-то чуть больше добавить тумана мы сделаем с вами такую растяжку от этого синего первого который более темный потом добавим вот такой сиреневатый так и и потом добавим светленький только возьму сейчас мелок с более таким широким срезом чтобы у меня туман прям мягенький получался чтобы не было штрихов четких вот так вот так вот такой прям туман туман хороший так тоже рембрандт кусочек такой светло-серенький холодный где-то при желании можно пустить туман и повыше да и раз уж такое дело у нас давайте мы с белым в серединку тумана поместим цвет еще посветлее так и плюс мы видим здесь ну тут на самом деле будет пожелтее цвет где-то виден там какой-то лесок лесок не лесок так угу готово давайте пойдем левее сделаем часть которая слева от этих деревьев то есть продолжение чтобы не потерять чтобы не потерять деревья где там был мой коричневый ну ладно нет давайте вот этим все-таки это потверже и хочется его посмотреть это фабер да ложится хуже чем чем угольный мягкий конечно и вот тут сделаем такое напоминание такой смешной скелетик деревьев то есть деревья здесь мы идем с вами вот сюда здесь будем продолжать наш туман по цвету ну давайте нанесем тот который был но чуть меньше потому что тут цвета не такие уже яркие но все равно с синим вот этим который чуть-чуть да в зеленоватый в какую-то бирюзу уходит будет красиво смотреться красиво смотреться вот эти деревья с рыженьким надо сюда все-таки будет ну ладно сейчас сделаем светлый потом сюда делаем уже потемнение туман продолжает идти вот сюда до конца не доводим там и краешек бумаги у нас уже все самое яркое будет посередине так ну уже что-то да вырисовывается более-менее более-менее так неплохо еще почетче поярче побелее за деревьями чтобы в будущем да то есть думаем о них чтобы красиво их выделять готовы вот этот кусок очень хочу сделать возьмем давайте черный просто сделаю такую ограничу сделаю границу еще разочек найдем все нужные нам объекты здесь получается холмик на котором растут эти деревья так дальше идет даже вот сюда ближе еще один холмик и вот здесь уже идут здесь деревья такие темненькие посмотрим угольный карандаш неплохо да но опять же это угольный карандаш пастельный для сравнения давайте нанесем да видите разницу я не не жалею нажатия все все как надо поэтому да так чуть-чуть будем резюмировать с вами что получается нужны мягкие материалы точнее угольные карандаши не пастельные а именно угольные для работы на велюре ханимюле либо работаем мелками потому что мелки здесь они могут также дать четкие контуры особенно если вы работаете острой стороной мелка так зелененькие я там вижу да там вообще много всего интересного присутствует и холодный зеленый есть и вкрапления таких теплых теплых коричневатых оттенков и плюс нам бережочек нужно сделать все таки его показать то есть вот такой угу посмотрим даст ли нам растушевать вот эту историю наверное какой то еще хочу такой хочу похолоднее но не яркий чуть-чуть добавить и сделаем с вами сделаем прорисовку более-менее да прорисовку там такие деревья очень миленькие в принципе он допускает еще сюда нанесение черного угольного карандаша на брокколи такие похожие деревья такие в разные стороны идут вот так вот здесь тоже что-то такое что-то такое много внимания не уделяем да чтобы не потом не спорилась передним планом чуть-чуть чего-нибудь чего-нибудь теплого мне интересно знаете что я сделала где-то у меня был прям такой ярко-рыженький карандаш брюнзил он не будет работать в полную силу потому что уже тут слой большой и он пастельный карандаш да то есть мы поняли что этого не будет но какие-то легкие вот эти акцентики красноватые красиво можно сделать поэтому нам важно тоже о чем мы говорили используем то что есть и вот с этим работаем так этот кусочек будем считать готовым давайте перейдем к нашему самому главному кусочку вот этому да но сначала сделаем бережочек вот такого плана что там у нас там идет основа какая-то коричневатая довольно теплая так и мы возьмем давайте попробуем кстати из вот этих из вот этих ребят здесь хороший кстати набор вот этот серенький да для этого пейзажа цвета цвета как раз такие немножко грязненько сложные так окей это значит основа нашего бережка будет да там есть конечно и чуть-чуть зеленые болотные оттеночки разные разные сейчас нам капельку света добавлю то вроде светло за окном но уже как бы не очень и самое интересное почти самое да делаем яркие оттенки сверху какие довольно теплые солнечные надо сделать что-то вот что-то вот такое но и пока что не сильно яркий потому что у нас будет холмик и понасыщеннее так но сюда тогда более-менее он подойдет и но нужно что-то порыжее а давайте попробуем так я прям боюсь что их запачкаю такие они хорошие пока новые карандашики прям я даже вижу как вот так вот вылетает выбивает слой пастели пастельный карандаш когда я его наношу на слой мелко ну то есть такое как бы недружба да вот происходит у них совсем это опять мелкие такие квадратные от джексонс очень-очень дешевые они были сколько там помните да я говорила на обзоре там типа до 300 рублей что ли набор был давайте перейдем к кусочку с деревьями так вот здесь кстати кто точно будет нужен хотя ладно может и без него попробуем но вот это тоже подходит ну ладно где он там был сейчас поймете о чем я набор вот этот виста артиста который хорош вот этим теплым коричневым такой прям очень хороший не разбеленный что не удивительно прям шоколадный оттенок смотрите какой он да такой прям яркий хороший осенний цвет ну остальное как бы не все там хотя голубой сложные там есть но я думаю у них он мог и случайно такой получиться может хотели намешать что-то поярче вышел сероватый ну в общем неплохой он вот вот этот вот то есть он вроде бы голубой но сложненький это неплохо самое мое первое видео если хотите посмеяться посмотрите там так все странно происходит но это я может быть себя тогда вижу и там как раз я говорила про большой набор который который я взяла попробовать от тоже вистартиста это было много лет назад и конечно он тогда был похуже да то есть они все равно переняли какую-то технологию сейчас делают лучше однозначно но не все цвета конечно и вот эти вот вкрапления всякие неприятные там попадаются но тем не менее да во первых как-то привычно начинать с того что попроще и там по цене в том числе и не у всех есть возможность сразу взять какие-то лакшери материала и все самое лучшее сразу ну чуть-чуть затемняю хорошо тут такой бережок будет более плотный нужно мне еще немножечко светлого добавить сейчас очень такой рыжий и несколько акцентов таких прям беленько бежевых мелки конечно отложатся хорошо все красиво все довольно ярко где-то можно сделать и четкие линии нужно еще поярче немного от санелье вот эти вот мелкие видите такие креньки которые ручной работа это набор портрет но он подходит очень-очень много для чего потому что бежевые разные красивые коричневые сложные оттенки и в общем они неплохие так так чуть-чуть как-то надо попушистыми сделать бережок ну пускай пока вот так он будет и давайте сделаем с вами деревья подумаем как сейчас лучше сделать стволы довольно темные начну прорисовку с их обозначения вот такого с черным угольным карандашом опять же тут можно не бояться он скорее становится серым каким-то так здесь деревья такие кустики которые где-то вдалеке и сюда хочется просится какой-то коричневатый но вижу не хватает здесь разбиление у меня не хватает это туманчика сзади за этим кустом поэтому вот так вот здесь добавим еще тумана вот так и деревья наметим как-то думала я быстрее все это сделано видите все как обычно так здесь начинаем делать дерево пока тоже коричневым и уже можно на более теплое думаю перейти прям такая у нас осень осень хочется что-то такое поярче делаю разное количество таких уплотнений чтобы не симметрично ровное дерево получалось у нас в принципе я думаю можно попробовать если если где-то слишком много добавили коричневого туда поместить и светлый тем самым какие-то вот такие промежуточки добавить и немножко так причесать дерево пойдем на следующее следующее максимально пушистая его и я правда чуть ближе чем нужно посадила к левому но будут поближе немножко приблизила на дерево которое до второе я добавила больше рыженьких до больше вот таких теплых коричневых она у нас самая плотная по густоте листочков следующее оно более такой уже свободное от листвы ему несколько вот так можно прорисовать веточек стебельков и добавим туда постараюсь не очень много как-то аккуратно добавить сюда на него листву так оно должно у нас на фоне тумана красиво выделяться так чуть чуть пошире его надо сделать и тоже туда оранжевого да видите прям такое оно поярче поярче становится так его пока оставляем и перейдем на правую часть правая часть она в чуть больше будет чем чем на фото сейчас капельку отдалю так вот этот участок делаем мы с вами по тому же принципу более темный такой бережочек будет где там был наш коричневый а вот это кстати у меня очень не он нравится такой хороший тоже от соналия коричневый и он очень пигментированный такой прям темный темный не сильно яркий но вот для первых затемнений то что снизу там происходит очень хорошо что попробуем давайте сделать вот этими жесткими мелками у которых есть острый острый такой кончик сделаем разметочку травинок они идут там вертикально соответственно да прям вот так вот и из них из вот таких движений вертикальных сейчас с вами соберем соберем весь этот бережок так да неплохой вариант получается еще одно будет у нас резюме перед окончанием да такое предварительное что неплохо работают мелки которые не экстра софт да то есть вы можете взять мелки просто софт мягкие либо даже и не совсем мягкие просто как какие то такие более менее приличного качества и чтобы у них был острый срез не знаю насколько вам слышно там как кокот бесятся бегает туда сюда какое то время это может продлиться так это играть просто хочет побегать хочется так вот это кстати очень мне нравится оттенок такой неоново светящийся и персиковые в то же время чуть-чуть его добавим на самом деле не везде там то и рыжий да есть конечно какие то и зелененькие моменты и серые поэтому несколько штрихов посложнее оттенков так где то рыжего тоже можно для поддержки всего этого момента еще чуть-чуть больше свечения здесь какой то наверно мне мягче понадобится чтобы прям сделать супер яркий цвет вот такая полоса прям светящийся так что тут у нас еще имеется небольшие вот здесь точно возьму коричневый не хочу черный давайте вот попробуем может такого плана это стапел он такой красно-коричневый в принципе если делать прям вертикально держать острую линию то нормально нормально все это получается тут идут какие то два таких кустика и заодно можно чуть-чуть причесать здесь передний план что еще из интересного да там вдалеке намек какой-то на кустарнички деревья и там есть еще один холмик такой не сильно различим вот тут давайте намеком таким сделаем так и с правой стороны у нас идут деревья тоже несколько такие деревья кустики сделаем им основу из того же карандаша даже можно чуть-чуть затемни там такая довольно плотная темная елочка так и наверху есть желто-зеленый такой оттеночек там чуть-чуть его добавим ага ну что хорошо хорошо займемся теперь мы отражением отражение у нас довольно тоже красивое идут и где-то прям светлые светлые участки да например вот как здесь с левой стороны поэтому сразу я сделаю разметку даже вот можно с белым там где пойдут светлые кусочки горизонтальные именно все остальное мы с вами будем делать скорее вертикально вертикально давайте с вот этой части начнем слева ее сделаем я более-менее постараюсь повторять то что у нас сверху соответственно только цвет сейчас попробую я бы даже вот с таким вот более грязненьким в зеленом все это понамешала так вот это вот это да у нас гора была в принципе если будет не очень похоже то мы растушуем побольше сделаем отражение более более непонятным так здесь значит темные вершинки потом идет вот такое отражение далее далее здесь уже цвет более светлый какой мы с вами возьмем давайте вот такой вот который у меня сиреневатый возьмем прям хорошо с ним все сгладим и просится просится все-таки там у нас был с вами такой вот наш синенький поярче с ним такую как лисировочку будем делать кажется что ничего не происходит но видите все равно он оставляет свой цвет а вода кстати выглядит более все-таки зеленоватой и что опять же повторюсь будет красиво наши рыжие деревья поддерживать так хотел только левую часть сделала видите как уже везде прошлась здесь такой немножечко растушевано гладенькое сделаем отражение так так здесь показываем где идут у нас деревья там где они темнее нужно нужно соответственно добавить тоже больше темного хотя бы по пятнышкам чтобы шло соответствие чтобы все выглядело как наверху ну примерно примерно поэтому там же где был у вас рыженький чуть рыжего помещаете и если все делать вот таким образом вертикально то будет прям восприятие этого отражения не буду прорисовывать один в один сделаю я имею ввиду также с той же степенью прорисовки сделаю все-таки чтобы было на воду похоже прям она такая блестящая как зеркало у нас была гладенькая и поэтому вот вертикально в одном направлении добавляю штришочки тут подойдут и какие-то большие широкие мелкие и примерно да по цветам то есть что у вас было сверху то же самое снизу добавляем где-то держим форму да то есть здесь идет на увеличение у нас бережок мы его на увеличение идем здесь очень этот рыженький давайте вот такой вот чуть-чуть а потому что еще мы сделали синюю подложку они там перемешиваются конечно и нужно это учитывать тоже это стараясь где-то вертикально все эти яркие отражения сделать нужно будет кстати еще нам немного затемнить я все-таки думаю затемнить так ладно пока вот таким коричневым наметим отражение деревьев и потом слегка закраснил так видите то есть я делаю вертикально не прорисовываю прям все все на свете так что еще у нас интересного затемнения вот тут сделаем где наш супер синий его уплотним немножко снова подрастушую потому что нам конечно было бы неплохо вот эту полосу синенькую ее здесь передать так теперь нам нужно проработать горжу здесь светлый был вот так вот он шел так 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 опять же вот так вот растушевываем затемнить нам нужно будет вот тут снизу есть у меня небольшой кусочек такого прям темненького темненького синего до так это нам слишком будет будет слишком темноват уголочки поплотнее нужно будет сделать даже даже сначала можно вот так вот прям нанести по краешку поплотнее так вот так да и чтобы нужный цвет сюда нам вернуть делаю слой из сине-голубого так как тут слой так как тут слой уже довольно большой у меня какой-то и и и чтобы вы сделали более гладкую поверхность где небо и сделаем еще такие вот свечения обязательно то есть отражение этого свечения вот такое такое красивое красиво тоже вертикальными движениями вниз введем мелок можно при необходимости где-то еще осветлить да так вот чуть-чуть прорисовать силуэт горы чтобы она уж не совсем была такая непонятная так а отлично теперь что нам стоит сделать слегка можно показать какие-то такие бурления но не бурления скопления светлых участков скажем так акцентики в общем добавляем прям только вот горизонтально стараемся это делать я делаю белым но где-то буду его добавлять поменьше буду сделать слабее нажим вот так где-то можно посильнее какие-то там я не знаю что это то ли утки то ли не утки может быть кусочки деревьев какие-то здесь находятся поэтому чуть-чуть можете подчеркнуть бережок здесь вроде у нас неплохо такой прям там туманчик пускай будет парочку тоже ярких тут стришочков сильно не буду обрисовывать эту береговую линию пускай она такая то появляется то пропадает будет поживее чуть-чуть можно в завершение ярких свечений и сделать это симметрично да то есть сверху и снизу чтобы было понятно это где у нас вот здесь да это гора такая хорошо и можно на переднем плане тоже тут показать какие-то такие вот волнения это подчеркнет что у нас это вода что это водная гладь и поверхность она вот такая вот на гладенькая ну совсем чуть-чуть не стоит прямо делать какие-то нереальные полосатости да мне кажется отлично так ну что давайте еще разочек посмотрим на нашу работу капельку и и отдалю вот так сделаем такой пока мы узнаете я парочку где-то акцентов еще поставлю поярче может быть даже желтеньким все-таки и мы с вами поговорим да что какие выводы можно сделать что довольно хорошо работа идет с мелками и с мелками обычными даже да не какими-то супер экстра софт мягкими которых есть острая сторона потому что вы сможете также прорисовывать и острые моменты вот именно мелками так как карандаши они довольно плохо помещаются вот сюда да даже если на чистый слой то все равно они полностью не отдают свой пигмент поэтому работа в основном мелочками будет у вас и и вполне себе такие легкие красивые довольно яркие работы можно сделать но вот для кого да такая техника она предпочтительна кто именно вот работает мелками мне кажется это супер очень очень интересно и повторюсь да что сама работа пока она происходит это тоже очень приятно очень тактильно в общем ощущение во время самого процесса тоже очень приятно и это немаловажно да потому что удовольствие получаешь от вот этой мягкости которая есть так давайте посмотрим получится ли у нас белым карандашом кстати подписать вон там у меня где-то белый вот такой угольный дженерал ну в принципе если постараться то то можно черном конечно бы четче была линия да но но как то так да ну что давайте будем закругляться напишите пожалуйста ваши впечатления работали ли вы на велюре что вы думаете по работе вообще да по ходу процесса и получилось ли у нас передать вот этот мягкий туманный пейзажик надеюсь что все понравилось и пожалуйста поддержите это видео поставьте палец вверх если вы еще не подписаны подписывайтесь по понедельникам мы рисуем с вами вот таком режиме реального времени каждый каждый понедельник также видео выходит по понедельникам средам и пятницам ну что в следующем видео увидимся с вами пока пока друзья а